Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Середина мая и уже хочется по-настоящему майского тепла. Какую погоду нам сегодня обещают синоптики? В Карачаево-Черкесии местами кратковременной дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10 в горах до плюс 5, а днем 15-20 выше нуля и местами 7-12 со знаком плюс. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременной дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 18-20 градусов тепла. Еще пару недель и лето, а это значит, что наступят долгожданные каникулы. Раньше этому радовали школьники, но в последнее время все чаще мы слышим кредитные каникулы. Что это такое, как они работают и что делать, чтобы их получить? Итак, кредитные каникулы – это льготный период кредитования, когда можно не осуществлять или сделать меньше ежемесячные платежи по займу. При этом не будет штрафных санкций и последствий для кредитной истории. С 8 марта вступили в силу поправки в закон, который возобновил механизм кредитных каникул, который действовал во время пандемии два года назад. Подробнее об этом расскажет Альбина Ламкова. Заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами, если их доход упал чем на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. И они могут подтвердить это документально. При этом будут учитываться все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. Если у гражданина несколько кредитов, то можно запросить отсрочку по каждому из них, но только один раз. Необходимо представить заявление и документ, подтверждающий факт снижения дохода. Например, справку от работодателя, либо документ о признании безработным. Для индивидуальных предпринимателей, либо представителей малого и среднего бизнеса, динамика дохода не имеет никакого значения. Здесь определяющим является код ОКВЭД. Важно, чтобы он соответствовал перечню отраслей, требующих поддержки. Для граждан правительством установлен лимит. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут получить 350, а для ипотеки возможна сумма 3 миллиона рублей. Для автокредитов – 700 тысяч рублей. Предусмотрена сумма и для кредитных карт – 100 тысяч. Если гражданин ранее пользовался правом на получение отсрочки по кредиту, например, в период пандемии, он может воспользоваться им и сейчас. Самое главное, чтобы заемщик четко подпадал под критерии закона. Документы, представленные кредитору, должны быть рассмотрены в соответствии с законом не позднее пяти рабочих дней. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Кража или находка? Как их разграничить? В чем отличие находки от кражи? Что следует понимать под изъятием и каковы виды наказания, предусмотренные за совершение кражи? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета России прокуратуры Карачаево-Черкесии советник юстиции Руслан Джошеев. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан Ахматович. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А тема у нас сегодня такая – кража или находка проблемы разграничения. Первый вопрос мой звучит так. Что следует понимать под изъятием? Разъясните нам. Под изъятием следует понимать фактическое исключение вещей из чужого имущества. Действующий закон не содержит нормы за присвоение или удержание найденного имущества, как это предусматривалось ранее действующим законодательством, в частности статьей 148 примечаний 4 УК РСФСР. Вместе с тем, не включение в действующий уголовный закон ранее существовавших специальных норм, как и исключение ранее введенных норм не свидетельствует об их декриминализации, поскольку они могут найти свое отражение в общих нормах. В чем отличие находки от кражи? В первую очередь, главным отличием находки от кражи является противоправность действий, потому что находка является законным, а не противоправным действием, а кража характеризуется незаконным изъятием чужого имущества. Кроме того, другим отличием находки от кражи является то, что похищенное имущество не может быть законно приобретено. Также следует при разграничении кражи от находки руководствоваться и правовым статусом обнаруженной вещи, а также отношением лица к указанному правовому статусу, которое нашло данную вещь. В частности, предметами хищения могут быть вещи, временно забытые вещи, временно потерянные вещи, либо временно оставленные вещи без присмотра. не могут быть изъяты в ходе хищения, утраченное имущество не может быть изъято в ходе хищения, к которому можно отнести окончательно потерянные вещи, окончательно забытые вещи, выброшенные вещи, а также случайно оказавшиеся вещи. Если исходить из части первой статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации, в которой под кражей понимается тайное хищение чужого имущества, под хищением в статьях настоящего кодекса понимаются совершенные, противоправные, совершенные с корыстной целью, противоправные, безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного лица или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Как видно из данного определения, содержащегося в дефиниции статьи, кража является не просто хищением, а тайным хищением. Соответственно, исходя из разъяснений пункта 2-го постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года, номер 29, судебной практики по делам о краже, грабеже, разбое, как тайное хищение чужого имущества, то есть кража, следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствии собственника или иного владельца этого имущества или посторонних лиц, либо хотя и незаметно для них, либо хотя в их присутствии, но незаметно для них. Руслан Ахматович, вот хотелось бы узнать, за совершение кражи какие виды наказания предусмотрены? За кражу предусмотрена административная ответственность статьей 7.27 Кодекса административных отношений Российской Федерации, а также уголовная ответственность предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну что же, будем опять-таки надеяться, что краж станет меньше и люди будут более законопослушны. Я благодарю вас за полную информацию и желаю успехов в работе. Благодарю. Спасибо. Каждый год сотни людей обращаются в медицинские учреждения в связи с укусом клеща. Для кровососущих паразитов человек лишь случайная добыча, однако паразиты служат переносчиками целого ряда заболеваний человека и животных. Насколько опасны клещи в нашей республике? Когда активизируются насекомые? Насколько быстро они размножаются? Как защищаться от них? И что делать, если вас все же укусил клещ? Об этом расскажет Альбина Ламкова. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною, к сене к нам летит, с ней солнце краше и весна мерей, прошибет с дороги, нам привет скорей. Наступила долгожданная весна и позеленела трава. Яркому солнышку радуются все, особенно дети. В это прекрасное время года все цветет и поют птицы. Вместе с теплом после зимней спячки пробуждается большое количество насекомых. Некоторые из них представляют угрозу для здоровья. Клещ просыпается каждую весну с первым таянием снега и обнажающейся травой. Особенности его зимовки помогают ему на любом этапе развития пережить холода. А весной отправится охотиться и размножаться. Время активности этого паразита, когда он уже проснулся и готов питаться, приходится на весну и лето. Часто сезон активности может начаться раньше, если погода позволяет. Но в этом году тепло наступило немножко позже. Родителям, конечно, нужно быть бдительными и внимательными к поведению детей на мягкой траве. По возможности знакомить их с правилами поведения на природе и рассказывать о том, какую опасность представляют клещи. Во время такой прогулки родители особо должны быть на чеку и не оставлять кроху без внимания. Хочется побольше времени находиться с детишками на улице, познавать мир. Ну и, конечно, переживаем за клещей. Дети, конечно, любят играть в траве. Объяснить им, туда не ходить тяжело. Поэтому приходим домой, проверяем, чтобы на одежде не было клещей. Изучаем в интернете информацию за клещей. Переживаем, так как знаем последствия. Покупаем в аптеках средства против клещей. Конечно же, девчонкам и мальчишкам нравится лето. Дни стали длиннее, можно подольше поиграть на улице. В это время года излюбленное место для детей – полянка. Мне нравится бегать на траве. Здесь очень интересно. Бегаем, и нам весело. Вместе с девчонками на травке за компанию любят погреться на солнышке собаки и кошки. После того, как погладил животное, нельзя забывать про мытье рук. Еще нужно сказать, что кровосос любит не только человеческую кровь. Клещ – кровососущий паразит. Он крайне опасен, но не тем, что кусает жертву и пьет ее кровь. Все же не выпьет. Он опасен тем, что при прокалывании кожи и введении слюны для питания клещ заносит различные возбудители в кровь. Присосавшийся к ним клещ долгое время напивается крови, заражает это животное. И самое главное, что этот клещ затем отпадает сам, попадает в почву, и цикл дальнейшего развития он откладывает яйца до нескольких тысяч. И каждый выявившийся из этого яйца насекомое уже будет инфицирован. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы животные не подвергались укусам клещей. Для этого проводят акарицидные обработки. Необходимо это обязательно делать в весенний период. И в дальнейшем эта обработка должна быть повторяться, она проводится двухкратно. Укус клеща может вызвать различные заболевания у человека, как вирусные, так и бактериальные. Те насекомые, которые обитают на нашей территории, могут являться потенциальными переносчиками таких заболеваний, как крым-конга геморрагическая лихорадка. Это заболевания относятся к группе особо опасных инфекций. Клещевой боррелиоз или болезнь лайма, как ее называют, а также толеремия. Плюс в том, что эти заболевания легко поддаются лечению обычными антибиотиками. Самое главное удалить клеща быстро, не раздавив его, чтобы возбудитель заболевания не попал на место раны. И желательно это делать не самостоятельно. Еще надо сказать, что переносчиком инфекции может служить не только укус клеща. Толяремия передается не только с укусом клещей. Источниками заражения этого заболевания могут и другие быть пути передачи. Это через пыль вдыхаемую, которая содержит возбудитель, экскременты животных, грызунов. Это через прикосновение через раненые поверхности, то есть также алиментарным и при вдыхании, я уже сказала. И в зависимости от пути попадания инфекции в организм наблюдается, проявляется симптоматика. В этом году на территории нашей республики обратились за медицинской помощью от укуса клеща 43 человека, 12 из них дети. Определить количество жертв насекомых по представленным официальным цифрам много или мало невозможно, так как в этом году была очень длинная, холодная и затяжная весна. Это и отразилось на общей статистике. Вот сейчас в средствах массовой информации очень много говорят о клещевом вирусном энцефалите. Клещи, переносчики этого заболевания на территории нашей республики не обитают. В настоящее время проводится подготовка к обработке летних детских оздоровительных учреждений. Еще один вариант – ликвидация паразитов представителями жилищно-коммунальных служб, но их никто не обязывает. Поэтому устранять клещи во дворе многоэтажных домов жильцы должны самостоятельно. На общественных территориях города ситуация другая. Для сокращения популяции клещей организуют различные мероприятия. Один из способов – покоз травы. Ежегодно проводятся ковицидные обработки парковых зон. Мэрия города Черкеска выделяют на это средства, и в этом году также выделены средства. Что же касается парка культуры и отдыха «Зелёный остров», обработка проводится не за счёт городского бюджета, так как это частная территория. Но, тем не менее, расслабляться нельзя. Сто процентного результата не бывает, так как опыляют территорию до пешеходных дорожек, многолюдных площадок. Но, если люди удаляются вглубь травы, нужно подумать, как и чем себя обезопасить. Помимо защитной одежды используют различные химические средства. Перед их применением нужно обязательно читать инструкцию. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Чрекисия. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Слова из песни Высоцкого сейчас кстати. Потому что россияне, да и не только, выбирают отдых внутри страны. И турпоток в майские каникулы сохранился на уровне прошлого года. Туристы охотно посетили наши курорты. Архыз, Дамбай, Тиберду. Наибольшей популярностью весной и летом у гостей курорта пользуются горные походы, джипинг, прогулки на канатных дорогах, конные маршруты и экотропы. На курорте комфортно отдыхает всей семьей. Работают детские клубы, лагеря, студии. Также многие гости совмещают активный отдых с общим оздоровлением, проходят лечебные программы, дышат воздухом, ходят в горы. Также Архыз зарекомендовал себя как хорошее место, чтобы пережидать острый период аллергии, так как здесь не растет большинство весенних аллергенов. Своей красотой привлекает и озеро Каракель. Одно из достопримечательностей Тиберды. Расположено оно прямо у федеральной дороги и является излюбленным местом туристов. Озеро овеяно различными легендами. Алла Динаева расскажет подробнее. В самом центре Тиберды прямо у дороги находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракель, любимое многими и покорившее мое сердце. У вас хороший вкус на природные объекты. Это озеро моренного происхождения. Некогда здесь был ледник, в ледниковый период здесь был ледник и в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась морена. Морена находится на западной стороне озера, под прудной морена. И вот в этой воронке сохранилось озеро, озеро Каракель. Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами, а в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды. Озеро Каракель одно из прекраснейших природных объектов Карачева-Черкесии и Тибердинском заповеднике. О нем слагают сказки, рассказывают легенды. Некоторые утверждают, что у него двойное дно, другие рассказывают, что в глубине озеро есть пещера. Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок. Но некоторые мифы мы сегодня развеем. Карачева-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кочегу исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракеле все. Сканировали его эхолотом, промерили глубину. Нигде никаких пещер мы не обнаружили. Не было здесь пещер. Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли. Особенно ближе сюда, где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро. Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше. Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров. И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере, и она не успевает перемешиваться. И вода в Каракёле из-за этого имеет разный температурный режим, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Всегда это теплое стремится к холодной воде. Холодное вытесняет теплую наверх. И поэтому эта турбулентность воды создает разные температурные режимы воды. Днем вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов, а ночью восточной части может опускаться до 3-4 градусов. А название Каракёль с карачаевского переводится как Черное озеро. Воды снежников, которые приносятся с вершины к вершине и микропонижение к вершине кельбаши. Поэтому она называется Каракёль, то есть Черное озеро. Озеро над Черной горой. С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами, которые обогащают воздух, и примыкающее воздушное пространство озера насыщают фитонцидами. Поэтому этот участок оздоровительный. А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха. Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь и позировала нашей видеокамере. Но когда мы решили подойти еще ближе, сползла в воду и уплыла в свое подводное царство. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, Цибирда. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести, Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Удачной всем рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.